В среднем на 30 гостей уходит порядка 100 тысяч рублей на алкоголь. С вами начнут бороться ваши же близкие, ваши друзья или родственники. Всем привет, друзья! С вами Ирина Корнева. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня мы с вами обсудим безалкогольные свадьбы. Это как? Итак, если вы все-таки решили делать безалкогольную свадьбу, то обязательно сообщите о своем решении своим гостям при помощи свадебного портала Event4Me. Как это можно сделать? Вы заходите на портал, составляете сайт приглашения. Сделать это можно достаточно просто. И дальше на этом сайте приглашения вы можете рассказать вашим гостям о том, что, дорогие гости, у нас планируется безалкогольное мероприятие, поэтому давайте мы с вами оторвемся, проведем максимально хорошо время, но без алкоголя, но просто с напитками. Поэтому заранее планируйте, что вы приедете на своем транспорте, заранее планируете то, 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 то и то. Сделать это можно достаточно легко. На свадебном портале Event4Me можете выбрать шаблончик готового сайта приглашения и уже, исходя из шаблона, сделать тот сайт, который вам понравится и который подойдет под стилистику и концепцию вашего мероприятия. На самом деле безалкогольные свадьбы сейчас есть, и это нормально. Это абсолютно нормально. Сейчас гораздо больше встречается людей, которые вообще не пьют никакого алкоголя, вообще не курят, вообще не употребляют никаких вредных напитков и прочее, и ведут здоровый образ жизни. И это нормальная ситуация. Вы можете сказать, ну а какой смысл делать безалкогольную свадьбу? Будет же скучно. Ну, могу сказать, что далеко не каждая свадьба может быть безалкогольной. Это тоже нужно принять, потому что зависеть это будет не только от вашего желания, но еще и от гостей, которых вы приглашаете на ваше мероприятие. Согласны ли будут гости прийти на то мероприятие, которое будет безалкогольным? Потому что есть люди, для которых очень важно, чтобы на мероприятии был алкоголь. Есть люди, для которых важнее даже, чтобы алкоголь был на мероприятии, нежели даже еда. Да, поэтому это тоже такой немаловажный фактор все-таки, да, кто ваши гости и кого вы приглашаете в качестве гостей на свое мероприятие. Есть такие гости, которые рассуждают таким образом. А, ну то есть они не заказывают алкоголь? Ну хорошо, я тогда принесу свое где-нибудь там в кармане за пазухой, еще где-то, да, там в котомке какой-нибудь. Ну а так как свадьба у вас безалкогольная, да, если вы объявляете своим гостям, что у вас свадьба безалкогольная, опять же нужно быть готовым к тому, что есть люди, которые не захотят, возможно, даже приехать из-за того, что у вас безалкогольная свадьба. Да, нужно быть к этому и готовым. Итак, давайте сейчас с вами сравним, чем будет отличаться свадьба алкогольная от свадьбы безалкогольной. Многие говорят, что будет скучно, но вот если разобраться, если говорить про веселье, то ведь абсолютно не зависит веселье от наличия алкоголя на мероприятии. Ну, если вот действительно копать глубже. Веселые свадьбы бывают, когда нет алкоголя, да, веселые свадьбы бывают, когда есть алкоголь, и это не зависящие друг от друга обстоятельства. Веселье зависит от ведущего, который будет вести ваше мероприятие. Веселье зависит от программы, которую подготовит ведущий. Веселье зависит от того, как будет построено мероприятие, но никак не от того, сколько градусов будет в крови у гостей, которые будут присутствовать на мероприятии. Да, безусловно, от гостей веселье тоже зависит. И если гости пришли с настроем, что всё будет плохо, и они вообще изначально пришли ради алкоголя, а раз алкоголя не будет, значит, уже 100% всё будет плохо, то, да, безусловно, мероприятие может не получиться только из-за скептиза гостей, да, потому что они будут сидеть и такие, ну, мол, да-да-да, ну и что, ну и что, ну. И вот, знаете, вот сейчас я хочу обратиться к гостям. Если вы идёте на мероприятие ради того, чтобы прийти с мыслями, ну, сейчас я посмотрю, какое у вас там весёлое мероприятие получится без алкоголя, да, если вы приходите в качестве ревизора на это мероприятие, то вот мне, вот мой вам совет, лучше вообще тогда не приходить, лучше просто откажитесь тогда от присутствия на этом мероприятии, если ваша задача доказать молодожёнам, да, что у них не получится сделать свою свадьбу весёлой без алкоголя. Просто откажитесь. Либо примите эту позицию, что свадьба будет такая, что необязательно при любом скоплении народа все должны употреблять алкоголь, что свадьбы бывают и такие, свадьбы бывают и без алкоголя, они бывают хорошие. Тут, опять же, зависит от вас, да, либо вы просто смирились с этим и не портите настроение вашим друзьям, близким, кто, да, тем людям, молодожёнам, которые пригласили вас на это мероприятие. Либо вы просто отказываетесь от приглашения и не приходите на мероприятие. Давайте разберём плюсы. Какие есть плюсы без алкогольных свадеб и какие есть минусы без алкогольных свадеб, да. Первый плюс – это точно никто не потеряет над собой контроль. Я считаю, что это очень большой плюс, когда вы не переживаете, что что-то будет сломано, что что-то будет разбито, что кто-то себя не так ведёт, за кого-то нужно будет краснеть и платить штрафы, потому что он там что-то не так, нисколько-то там много выпил, не так себя повёл и так далее, да. Дальше. Второе. Каждый сможет спокойно приехать на своём личном транспорте, каждый сможет спокойно уехать на своём личном транспорте, и молодожёнам не нужно беспокоиться о том, что, так, мне нужно заказать трансфер, мне нужно обеспечить такси, доставку и так далее, потому что каждый спокойно может приехать на своём автомобиле. Соответственно, вопрос с доставкой гостей, да, от точки А до точки Б, от точки Б до точки А, очень легко решается. Дальше. Это экономия бюджета. В среднем на 30 гостей уходит порядка 100 тысяч рублей на алкоголь. 100 тысяч рублей, вдумайтесь, да. Ну, соответственно, если свадьба безалкогольная, то это экономия бюджета, потому что гораздо выгоднее, экономически выгоднее заказать лимонады, соки, морсы, воду, чем купить вина, там, крепкий алкоголь и так далее. Четвёртое. Это гости будут здоровее, не подорвут своё здоровье, благодаря, опять же, тому, что вы позаботились о ваших гостях. Безусловно, минусы тоже есть в безалкогольных свадьбах. И первый, основной, наверное, всё-таки минус, это то, что вас могут не понять родственники, могут не принять формат ваш и будут вас обсуждать, что вы какие-то не такие, что вы как-то неправильно делаете, что вы не подумали про гостей и так далее. А потом, если им ещё не понравится мероприятие, на котором они побывали, они ещё потом и потом будут обсуждать, мол, с друзьями и коллегами, мол, какие вы не такие, какая была плохая свадьба, а всё потому, что там не было злосчастного алкоголя, не было вина, не было ещё что-то. Вот из-за этого свадьба была такая-то и не такая-то, да, получилась. А второе, это с вами начнут бороться ваши же близкие, да, ваши друзья или родственники захотят доказать вам, что вы не правы, что нужно обязательно, чтобы был алкоголь, потому что без алкоголя свадьба не свадьба. Или захотят принести своё и будут стараться где-то за пазухой, да, как я говорила, в кармане или ещё каким-то образом принести алкоголь на мероприятие. Это такие основные минусы, которые могут возникнуть. Но здесь, опять же, вам нужно на чашу весов для себя поставить, что для вас важнее, всё-таки ваше личное удовольствие от мероприятий или удовольствие кого-то, да, из присутствующих на вашем мероприятии. Кто чаще всего устраивает безалкогольные свадьбы? Есть, понятно, что есть определённые люди, далеко не все делают безалкогольные свадьбы, но есть определённые люди, таких людей становится достаточно много. Очень много друзей, которые не употребляют вообще алкоголь, которые не курят. Это ребята чаще всего, которые ведут здоровый образ жизни, которые любят мероприятия на природе, которые увлекаются восточной медициной, которые увлекаются йогой, медитацией, которые увлекаются спортом, занимаются спортом, любят походы, любят отдых на природе. Это ребята, которые привыкли отдыхать немножко другим способом. Не в баре где-то, да, с бутылкой пива, вина, там, ещё чего-то, а которые отдыхают иначе, которые проводят свой досуг иначе, у которых есть какие-то увлечения. И таких ребят, хочу сказать ещё раз, да, что таких ребят достаточно много сейчас стало, и это нормально делать безалкогольную свадьбу. Безусловно, в основном это семейные мероприятия, небольшие, достаточно камерные. Редко, когда это прям большое мероприятие, там, на 100 человек, всё-таки в основном это мероприятия небольшие. Если к вам закрадываются мысли, да, в голову, что вы не хотите покупать алкоголь, что это немножко не про вас, что вы сами не пьёте алкоголь, зачем мне этот алкоголь нужен, и если ваш круг общения такой же, и ваши друзья такие же, как и вы, то никаких проблем нет в том, что вы сделаете безалкогольное мероприятие. Да, могут возникнуть проблемы с несогласными, да, гостями. Тогда можно поставить под вопросом, а стоит ли, в принципе, приглашать этих гостей на мероприятие, если они не готовы пожертвовать своими привычками ради вас, да, ради ваших каких-то увлечений, ради вашего представления о действительности, да. Может быть, тогда стоит отказаться от приглашения этих гостей. Если это старшее поколение или родители, да, которые считают, что всё-таки алкоголь обязательно нужен, как же без алкоголя, то, может быть, стоит объяснить им, что для вас это важно, что вы не пьёте алкоголь, что ваши друзья не пьют алкоголь, и вы не хотите, чтобы на мероприятии был алкоголь. Это не про вас. Вы всё-таки делаете мероприятие, которое комфортно и приятно будет прежде всего вам, потому что про вас это без алкоголя, про вас это без курева, без сигарет, про вас это немножко иначе, чем то, что принято считать нормальным, условно нормальным, да. Объясните им. Думаю, что на один вечер они примут решение пойти на уступку и отказаться от алкоголя. И если уж очень захочется им выпить бокальчик вина или выпить алкоголь, неважно какой, для того, чтобы отпраздновать ваши мероприятия, они могут это сделать по возвращению домой, например, почему бы нет. Но тем самым они поддержат вас, и тем самым будут убиты, как говорится, оба зайца. И вам будет хорошо, и им тоже будет хорошо. Итак, мои дорогие, как вы поняли, безалкогольные свадьбы – это не редкость в нашей с вами современности, поэтому не отказывайтесь от того, что близко и понятно вам. Делайте то, что вы хотели бы видеть в самый главный день своей жизни. Я обнимаю вас, дарю вам лучики тепла. Не забывайте сообщать о своем решении на гостям на сайте приглашений или просто в электронном приглашении, которое можно сделать на свадебном портале Event for Me, чтобы гости были готовы к тому, что вечер будет веселый, классный и здоровый, безалкогольный. Все, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok